Благовещение Благовещение – это картина, написанная маслом примерно в 1535-1540 годах итальянским художником эпохи возрождения Моретто Добреша. Настоящее его имя и фамилия – Александра Бонвичина. Моретто Добреша с итальянского переводится как «смуглый юноша», а «рапчонок» из Брешии – небольшого итальянского городка в регионе Ломбардия в северной Италии. Родился Александра в 1498 году в семье художника Пьетро Бонвичина. Его брат был тоже художником, но ничего из работ брата и отца не сохранилось. Работал Моретто Добреша в своем родном городе, а также в Бергамо, Милане, Вероне и Венеции. На формирование стиля его влияли многие венецианские художники, в особенности Тициан, но со временем он выработал присущую только ему манеру композиции и цвета. Этот художник прославился своими алтарными композициями в основном для церквей в Бреша и ее окрестностях. Он был человеком серьезным и благочестивым. Перед написанием религиозных сюжетов молился и постился. Моретто Добреша в написании картин придерживался классического направления, как и многие тогда северо-итальянские художники. Его можно назвать британским Рафаэлем. Умер Моретто в Бреше в 1554 году. Считается, что картина Благовещения – одно из самых успешных творений автора. Образы правдоподобны и наполнены безмятежной религиозностью. Написана она в прохладных, приглушенных серебристо-серых тонах. Вообще художник был довольно сдержанным колористом. События Благовещения описаны в единственном Евангелии – Евангелии от Луки. В своем труде Лука описал следующий сюжет. Когда ангел Господень был послан в Назарет к Деве, обрученный мужу именем Иосифу из дома Давидова, то Мария, увидев ангела, смутилась от фразы «Радуйся, благодатная». Однако Гавриил успокоил ее, она обрела от Бога благодать и зачнет в очреве Спасителя. Дева в ответ спросила, как такое возможно, ведь она не знает мужа. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Действие Благовещения происходит в доме Иосифа. Двустворчатое окно позволяет нам видеть синий пейзаж на заднем плане. Перед Марией мы видим раскрытую книгу. Церковное предание говорит, что Дева Мария в момент явления ей ангела читала отрывок из книги пророка Исаия с его пророческими словами. «Всея дева в очреве примет и родит сына». Ангел предстает перед нами в образе юноши с цветком в руках. Цветок – это лилия, стоящая между Архангелом и Марией. Он указывает на то, что Благовещение произошло весной и символизирует чистоту Марии. Над головами ангела и Марии – белая птица. Это голубь, так изображается Святой Дух. Голубь показывает, что весть, принесенная Архангелом Гавриилом, идет от Бога. Автор искусно изобразил отливы атласа, золотых и серебряных тканей. Герои этого полотна расположены очень близко к нам. Это значит, что художник прежде всего хотел показать лица в этот важный момент, с которого начинается спасение всех верующих людей. Мария принимает слова ангела с глубоким смирением. Находится эта картина в пинокотеке Тозио Мартиненго в Брешии. Небольшие размеры этого полотна означают, что оно, вероятно, было написано для дома или дома духовенства. Картина хорошо сохранилась. Считается, что Маретто не обладал богатой и разнообразной фантазией, но благодаря своей религиозности он живо представлял себе формы, краски, оттенки и воплощал их в своих полотнах. В одинаковой степени это сказывается как в фигурах, так и в пейзажах. Вот и на этой картине атмосфера гармонии и спокойствия полностью раскрывает нам данный библейский сюжет, точно все это происходило перед глазами художника. Он был мастером религиозной картины. Живопись Маретто возвышенная и в то же время обращенная к реальному бытию, которая осуществлялась на пороге появления в искусстве стиле барокко. Субтитры создавал DimaTorzok